Городская власть создает условия для процветания коррупции. На словах мэрия готова помочь развитию бизнеса. В действительности чиновники систематически ставят палки в колеса предпринимательской инициативе. Очередная встреча деловых людей города с представителями команды Геннадия Труханова лишний раз подтвердила этот печальный факт. Речь шла о роли бизнеса в повышении туристической привлекательности города. Говоря с предпринимателями, мэр поручил заместителю городского головы Зинаиде Свиринько и еще нескольким чиновникам. Очевидно, планировалось шаблонное заседание, где прозвучат обычные в подобных случаях обещания. Получилось совсем не так. Неудобные вопросы начали задавать предприниматели, пострадавшие от компании по борьбе с коммерческими вывесками. Мэрия демонтирует их по своему усмотрению, что вызывает справедливое возмущение владельцев. Даже в тех случаях, когда допущены какие-либо нарушения, есть цивилизованный путь разрешения конфликта. Но применяется силовой вариант. На днях известный одесский ресторатор Роман Виноградов предложил коллегам объединиться в защите своих прав и потребовал уволить виновных в превышении должностных полномочий. Несомненно, это событие стало одной из причин проведения нынешней встречи. Озвучьте статью закона, на основании которого сегодня КП Одесса реклама может, находясь в правовом поле, демонтировать вывески. Законом рекламы не предусмотрена такая процедура, как демонтаж. Кроме того, нашими правилами размещения наружной рекламы на территории города Одессы, пунктом 13, предусмотрена процедура демонтажа рекламных конструкций. По словам чиновника, получается, что действия горсовета законом не предусмотрены. Это местная самодеятельность. Но даже и такой порядок от одесситов скрывают. О сложившейся ситуации красноречиво свидетельствует развернувшаяся дискуссия с предпринимателями. Вы еще ссылаетесь на пункт демонтажа, который в положении у вас отсутствует. Вы не имеете права заниматься этой деятельностью согласно ваших документах. У вас никто и за что не отвечает в вашей структуре. Одни снимают, другие увозят, третьи хранят, четвертые выставляют какие-то непонятные счета. Непонятно, как они это все рассчитывают. Они сами разобраться. Там у вас такой парень, сидит бухгалтер, который разобраться не может. А что же там по счетам? Отдельную букву или целую конструкцию. То есть у вас даже негде прочитать. Какие же тарифы? Это же просто парадокс и издевательство над людьми. Так нельзя. То есть вы специально создаете схемы, чтобы люди ходили по кругу по 10 раз, с вами ругались. А зачем вам это нужно? Если можно сделать все цивилизованное. На нашем сайте размещены правила, которые были приняты в 2008 году. Также в эти правила неоднократно вносились изменения. Но когда вы заходите в первоначальную редакцию, вот поэтому там и нет пункта о демонтаже, потому что в этот проект, в это правило вносились изменения. И вам нужно найти 120-е решение исполнительного комитета, которое было утверждено исполнительным комитетом в 2012 году. Иными словами, виноватыми делают предприниматели. Они должны были догадаться, что наши народные избранники когда-то приняли какое-то изменение и куда-то его внесли. Я бы хотел изменить риторику вашу. Не бизнес должен найти и на 850-й странице найти инструкцию на вашем устаревшем сайте. Вы должны сделать новый сайт и на первой странице разместить простые правила. А вы прячете это для того, чтобы бизнес не знал и не мог этим пользоваться. Когда порядок не ясен, взятки брать проще. Созданная городской властью система прекрасно приспособлена именно для этого. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.